Привет всем дорогие зрители, с вами снова Глебастик, продолжаем мы играть в игру Фарминг Джайант. Ну у нас пока все хорошо, коровы плодятся, трава растет. Вот, вот в принципе и все, что у нас сейчас происходит, давайте мотать время. Можно даже кстати посмотреть, что там у нас с погодкой. Ну с погодкой... Так себе пойдет. Поля пока увлажнять не надо, хотя знаете... Не, ладно, не буду пока я поля увлажнять. Пока не буду. Сами увлажняться когда надо. Сейчас они кстати подсыхают немножко, потому что переменная облачность. Но скоро пойдут дожди. Так что не переувлажнить бы. Я думаю к тому времени поле не высохнет. Вот, коров у нас уже 33 штуки. 33 коровы, 33 коровы. И ну да, в принципе сейчас мы хлопнем вторую, точнее первый уровень только. Ну все, можно... Оп, когда какое-то событие происходит, время останавливается. Ну как становится нормальным. Итак, у нас выросла трава. Урожай 39% от максимально возможного. Ну это со всеми бонусами, со всеми делами. Итого у нас примерно чуть меньше двух кубов травы получается. 1864,5 единицы. Вот, кстати на поле можно... Нет, не можно работать как на поле. Хорошо. Хорошо. Давайте теперь создадим задание для трактора с прицепом. Кстати говоря... В коровник можно не завозить, а вот в амбар, наверное, завезем. Для этого амбар сначала надо построить. 162 тысячи получается. У меня денег впритык остается. Ну ладно, там как-нибудь заработаем. Амбар все-таки давайте построим. Вот так вот где-нибудь. Так. И дорожку к нему. Дорожку, дорожку. От него. Вот так вот. Что-то у нас получается. Так, тихо. Ну вот где-то так, да. Пускай будет. Все, из этого мы не выходим. Сейчас амбар достроится. Ну не так уж и много у меня, если честно, тут травы. Ну просто вот вся она в коровник не уместится. Давайте чуть-чуть мотанем. Так вот, все. Амбар готов. Давайте создадим для трактора задание. Точнее, задание для поля. Для трактора на поле вот. Вот, выбираем трактор. Теперь выбираем к нему расширение, которое тоже в гараже стоит. Это Грасс Харвистер у нас будет. У нас поле уже выбрано. Вот, мы с поля самого начали. Для поля задание делаем. Поэтому выбираем здесь сразу траву. И куда везти. Можем в город везти, продавать. Можем везти, продавать по контракту. А можем везти куда-то на нашу ферму. Ну, давайте повезем в амбар все-таки. Вот, и максимальное количество сетмакс установим. Которое вообще доступно для данного поля. Ну, немножко совсем, я скажу. Это очень маленькое количество урожая. Поехали. Старт таск. Можно автомайта таск поставить. То есть, автоматический трактор будет выезжать, когда поле созреет. Коров у нас уже 49. Ну, и сейчас нам этот урожай осталось собрать. И мы получим первый уровень. По животным, кстати, почему-то заполняется шкала. Хотя она не должна заполняться, потому что животных на уровне нам не надо. Вот и все. Пошла уборочка. Ну, все, поле в один прицеп влезет и места еще дофига останется. Потому что можно особо не волноваться. Левел ап. Ура. Нам дали два скиллпоинта. И мы открыли, значит, что мы открыли? Мы открыли мясную фабрику. Открыли стену, забор. Открыли ячмень, яйца и коровье мясо. Окей. То есть, теперь я могу строить скотобойни и возить коров туда, чтобы производить мясо. Но пока я этого делать не буду. Опять же, для этого целую кучу кредитов надо понабирать. Ну и все. И нам остается только дальше ждать, пока снова вырастет трава. Ну и смотрим, что у нас там с коровами получится в итоге. Коров наберем, штучек 120. Можно будет подыскать какой-нибудь контрактик, чтобы заработать денежек. Так, 73. Вот опять пошла трава расти. Опять дожди идут. 109. В принципе, можно 150. Все, давайте какой-нибудь контрактик найдем. Коровник у нас уже полный. Так. Значит, идем мы вот сюда в маркет. Выбираем миткоу, мясные коровы. И смотрим. Вот это вот цены в городах, если просто продавать. Но просто продажи меня не интересуют. Меня интересуют контракты. Вот. Контракты у нас делятся на три типа. Срочный, кумулятивный и периодический. Срочный это когда нужно быстро, буквально в течение двух-трех суток. Доставить определенное количество продукции, или культуры, или животных. Вот. Платят хорошо за это, но выполнить сложно. Кумулятивные. Это чуть-чуть более мягкие сроки. То есть, в течение может быть пары недель, месяц, полтора месяца, два месяца. Тоже нужно доставить определенное количество товара. И периодические контракты. Реально, что можно назвать контракт. Периодический контракт, он на несколько лет. Ну вот, допустим, давайте возьмем, сравним вот этот вот периодический кумулятивный контракт. Кумулятивный контракт, 426 единиц, 426 коров нужно доставить до 7 июня 2016 года. У нас сейчас 21 апреля 2016 года. Кстати, когда я начал играть, была реальная дата. Стояла. Вот это никак не поменять. Ну, в принципе, тут дата ни на что особо не влияет. Вот. До этого числа нам нужно доставить вот это вот количество коров. И мы заработаем 239 907 долларов. И средняя цена получается за одну корову. У нас получается 563 доллара. Если мы просрочим этот контракт, то заплатим штраф 44 тысячи. Дальше. Периодический контракт, он у нас до 3 января 2018 года. То есть, на 2 года, ребят, контракт. На количество 256 единиц. Но это не значит, что за 2 года нужно 256 единиц отвезти. И нам всего 140 тысяч заплатят. Нет. В течение 2 лет мы будем поставлять на эту точку коров. И за каждые 256 коров нам будут платить. То есть, 256 коров это будет один период. За каждый период нам платят по 140 тысяч. Довезли 256 коров, заплатили. Довезли, опять заплатили. Довезли, опять заплатили. Ну, вот как-то так. Получается, до 2018 года я могу таким делом заниматься. Но, если честно, я бы выполнял вот такие периодические контракты на большие объемы. Вот, смотрите, какие тут большие объемы есть. Кому-то нужно до 15 июня 142 тысячи 468 коров. 98 лямов за это заплатят. Офигеть. Это ж в каком-то количестве... Кому столько коров пригодилось, интересно. Вот, кстати, срочные есть у нас контракты. До 24-го. Вот, смотрите, пару дней буквально, да? 73 коровы надо срочно-срочно доставить. И заплатят за это 43 302. Кстати, а куда это, интересно? Может быть, доставить взять? Давайте посмотрим. Варшава. Не то. Леон. Вот, в Леон. А Леон у нас где находится? Давайте посмотрим, где у нас Леон находится. Тут мы, а тут Леон. Не, за два дня, наверное, я не успею столько довести до Леона. Хорошо, там еще один какой-то контракт был срочный. Ну, 200 я, конечно, за один день не отвезу. 84 в Будапешт. А Будапешт у нас где? Будапешт еще дальше, понятно. Ладно, значит, со срочными контрактами погодим пока. Давайте посмотрим, что у нас есть поближе. Берн, Вена, Братислава и Market Station North. Давайте посмотрим, где есть какие-нибудь контрактики. Берн, значит, срочный на 149. До 24. Хотя, знаете, вот до Берна, допустим, я, наверное, успею 149 коров довести. 86 тысяч нам за это заплатят. Ну, либо лучше взять кумулятивный на 150. Кстати, у нас урожай созрел, да, давайте. Что там у нас получилось? Да, почти то же самое. Давайте на автомат запустим наш трактор. Вот, видите, он сам поехал. И теперь каждый раз, когда будет созревать урожай, трактор будет выезжать, если будет свободный водитель и свободная техника. Так вот, дальше рассматриваем контрактики. Контрактики, контрактики. Ну, 150 единиц до 10 июня я точно довезу. Если брать там на месяц-полтора, поначалу можно взять и побольше, там, 300 штук, допустим. Хотя нет, это срочный. Вот 207, допустим, до 19 мая, это я 100 пудов успею. Отвести. И 114 тысяч мы за это получим. Хорошо, это Берн. Давайте посмотрим еще, что у нас тут. Братислава рядышком. Кумулятивный. Понятно. А, нет, стоп. Что-то здесь не то. Вот. Ну, тут от 200 начинается. Кумулятивный 237. 16.06. 303 до 19.05. Да я даже вот этот вот успею выполнить, наверное. 309 до 12.06. Или вот этот вот, чтобы с запасом. Вот. Если что, возьмем в Братиславу на 309 коров контрактик. Так, что у нас там, Братислава, Берн и Вена, да, рядышком? И Market Station North. Кстати, Южная Market Station тоже нормально, близко. Кумулятивный 135, вот. Самое то для начала. Для пинка, так называемого. До 18.05. 235 до 2.06. Тоже неплохой контрактик. И 264 до 16.06. Тоже неплохой. Ну, а дальше уже пошли здоровые, да. 440 до 10. Нет, это я уже не успею. Market Station North. Давайте посмотрим. Ну, тут срочные, либо периодические в основном бывают. Кумулятивные, смотрите, уже 34 тысячи коров. А, и, кстати, количество, да, 9 тысяч. То же самое и на Южной, да. Тут количество нужно просто обалденное. Мои денег не хватит даже штраф заплатить. За просрочку. Так что выберем, давайте, наверное, Братислава. 309 коров. До 12 июня. Заплатит нам за это почти 160 тысяч. 309 коров. Ну, это я выполню с вероятностью 146%. Потому что сейчас конец апреля только. Давайте принимаем. Accept нажимаем. Так, тут уже уборка заканчивается. Все, выбираем коровник. Делаем новое задание. Да, мы делаем новое задание. Выбираем наш скотовозик. From выбираем, конечно же. Потому что будем из коровника возить. Выбираем местных коров. И выбираем контракт. Выбираем наш контракт в Братиславу. Вот она, Братислава. Ездит тут совсем чуть-чуть. Так что будем успевать хорошо. Select. Так, вот теперь проблема в том, чтобы не вывести всех-всех коров. Ну, и грузовичок вывозит 15 коров. Так что давайте вывезем, допустим, для начала... Вот если вывезти всех коров, то надо будет их заново потом сюда завозить. Главное, оставлять всегда чуть-чуть. Чтобы коровки были еще. Давайте вывезем, допустим, 120 полные ходки. Это получается, сколько у нас? 8 полных ходок у грузовика будет. Нажимаем сет. И, в принципе, все. Start task. Поехал. За каждую продажу нам платить не будут. За каждую поездочку нам заплатят уже сразу по истечении всего контракта. Ну, естественно, если я его выполню. Вот здесь могу смотреть его прогресс. 0 из 309. Цена средняя за юнит. Ну, в смысле, за единицу. За корову 517 долларов. Так, хорошо. Здесь у нас корм заканчивается. Давайте со склада, наверное, привезем немножко корма. Вот есть у меня тут грузовик на доставку. Давайте его просто заменим. Город заменим на склад. И здесь выберем setmax. Все. Так, и где он? Он, по идее, должен выехать из гаража. В журнале ничего страшного нет? Нет, вроде бы. Водитель, по идее, должен быть свободен один. Наверное, опять сейчас откуда-нибудь с середины карты приедет. Что-то... О, смотрите, опять едет. Смотрите, откуда. С середины карты, блин. Охренеть, ребят. Я раньше такого бага не замечал. Сколько играл... Играл... Вот на запись только такое поперло. Забавно. Так, тем временем наш грузовичок уже подъезжает. Вот, и первую партию коров он уже привез. Все, отлично. Давайте теперь разбираться с нашими уровнями. В принципе, кстати, можно скорость поставить, проматываться вот так, чтобы побыстрее чуть было. Все, отлично. Корм у наших коров теперь снова есть. Они потихонечку будут плодиться, а грузовик их потихонечку будет вывозить. Значит, до следующего уровня нам нужно убрать 7500 единиц урожая и вырастить 100 животных. Нам откроются какие-то еще стены, заборы. Откроется классическая мельница. Откроется пшеничная мука. И откроется... Курятина. Куриное мясо. И откроется средний... Или даже... Л это большой. У нас откроется большой микроавтобус. Вот. Ну и, кстати... Можем... Бонусов нам не дали никаких. Можем какую-то прокачку сделать. Итак, прокачка. Что же для начала выбрать? Для начала давайте выберем, наверное, грин мастер. Чтобы травка быстрее росла. Да? Все два очка, наверное, сюда и воткнем. Чтобы не закупать лишний раз корм. Все, все два очка воткнул. Принимаем. Все, можно в любой момент это дело сбросить. Вот. И заново расставить. Так что, если что, сбросим и расставим. Смотрим, что там у нас уже понавозил. 75 штук уже привез. Нормально. И у нас потихонечку коровы, видите? Новые вырастают. Вот грин мастер 003 теперь. Видите? Еще бонус. Вот настолько вот быстрее у нас урожай растет. Погодка, дожди сплошные, ребята. У меня тут не поле, а болото будет походу. О, ну ладно. Грузовичок мотается. Коровы наши плодятся. Ну, вот так вот здесь работка и идет. Главное, никуда не торопиться. Главное знать, что в любой момент можно нажать паузу. Все обдумать хорошенько. Что тут у нас? Коровы еще остались. А он везет. Получается 105. Он последнюю ходочку делает. Сейчас 120 коров и все. И останется ему отвезти. 189 коров останется отвезти. Так, давайте время мотать. Смотреть, что там у нас с коровами получается. Оп. 135. Ну, в принципе, 120 можно вывезти. Давайте сейчас кое-что сделаем. Вот так вот. Поменяем здесь задание. Чтобы он возил не в амбар все, а прям в коровник. Чтобы прям в коровник высыпал эту траву. Ну, и здесь сетмакс уже сам установится. На автомате он поедет. А, да. Да, точно я забыл. Поле не готово. Но все, у меня все изменилось. Все, он прямо с поля, прям вот на коровник и вывезет. Этот урожай. Что там у нас? 135, да? Давайте еще разок запустим, что ли, на 120 коров. Грузовичок. Пускай едет. Оп, поехал. Сейчас тракторок автоматически попрет. Как только поле созреет. Оп. 1864 единицы. Трактор автоматически поехал. Вот. И все у него тут выставлено. Вот. Коровы новые пока что что-то не засчитываются нам на уровень. Что, неужели с новым уровнем коров еще у нас не прибыло? Да. Это быть такого не может, не поверю. Оп, сразу в коровник, и у нас сразу количество корма увеличилось на коровник. 90. Что-то коровы не плодятся. Что за проблема такая? Коровы? Вы что, обалдели, что ли, совсем? Давайте плодитесь. 112. А в статистике, смотрите, в статистике по уровню что-то нету нифига. А что это за прикол такой? Походу что-то багануло опять. Ну да. Как всегда, ребят, играл-играл, играл-играл, ничего не было. Все было нормально. А сейчас баги поперли. Вот не везет, как всегда, на запись. Ладно, я надеюсь, перезагружусь. Статистика попрет опять. Кстати, можно попробовать это сделать прямо сейчас, наверное. Quick Save. Save Games. Да, вот. Load Game. Окей, окей, окей. Давай, давай. Загружайся. Что там у нас в статистике? В статистике по нулям тоже, блин. Ладно, сейчас посмотрим. 82. Сейчас должно приплюсоваться. Они что-то не плюсуются. Они у меня расти не хотят вообще. Животные, вы что, обалдели что ли? Давайте плодитесь. Все. Заехал он обратно. Что там по контракту осталось? Всего чуть-чуть, всего каких-то 69 коров осталось. А сюда в плюс все равно не идет. Блин, вообще странно. Офигеть. Вот это, ребят, лагануло. А, все, еда закончилась у животных. Ну, давайте, давайте запустим тогда грузовичок. Чтобы он из Братиславы привез нам травки. По максимуму. Хорошо. А вот это вот? А вот это вот? Тогда переделаем. Вот это вот. Переделаем обратно на амбар. Вот так вот. Ну, сколько там получится? 117 здесь у нас есть. По заказу нужно 69. Давайте запускать. Остатки продадим. Старт. Все, последние заходы у него идут по этому контракту. Кстати, если вот не успеет вот этот вот грузовичок траву привезти коровам. И поле созреет, то трактор не выйдет. Потому что просто нет у меня рабочих. Оба водителя сейчас работают. Оп, нормально. Успел как раз. И сразу на уборочную. Вот это, конечно, забавно. Что за прикол такой, непонятно. У меня еще на нулевом уровне поднималась эта шкала. Заполнялась. Теперь она что-то заполнена и здесь 0 из 100 пишет. Ох, если я из этого уровень не получу, то я не знаю, что делать даже. Интересная вроде бы игруха, блин. А бак совсем неприятный вылез. Но я такого раньше не видел, честно скажу. Я не помню, чтобы у меня такое случалось. Ну и кстати, еще пару раз это поле уберем. И все. Получим следующий уровень, надеюсь. Все. Вот этот звук означает, что да, мы получили ачивки. Мы закончили заказ. Давайте посмотрим, что мы там за ачивки получили. По продажам, да, у нас ачивочки получились. Или не, нифига. Да, 0 из 75, 0 из 9, 0 из 6. Трейд, 2 из 10, да. Заработать 10 тысяч на одной торговле и заработать 100 тысяч на одной торговле. Нифига себе, две ачивки сразу заработали. Классно. Это хорошо. И закончился у нас контракт. Нам на счет упала денежка. Смотрим по статьям расходов-доходов. И вот здесь вот completed 100%. Денежка. Денежка эта упала. Все, мы его из списка убираем, чтобы он не светился. Ну и в принципе, можно будет постепенно начать подыскивать еще один контрактик. И вот так вот постепенно жить. Я не знаю, сейчас посмотрим, что будет, если я попытаюсь следующий уровень еще бабахнуть. Давайте дальше времечко мотать. Ага. Hail damaged the plants of your field. Не понял. Hail, это что у нас? Hail это сорняк? Нет, Hail это что-то другое, другое какая-то фигня. Сорняк это вид, по-моему. А Hail это... Ой-ой-ой, я забыл. Короче, какая-то... Какая-то гадость насекомо-видная. Ну, короче, если бы это не была трава, я бы сейчас прошел с инсектицидом. Но у меня нету специального агрегата для этого. А сколько он стоит, допустим? Специальный агрегат этот называется Sprayer 11000. Ну, немножко он стоит, да. В принципе, можно купить, попробовать. Ну, смотрите, никакого уведомления у нас вроде бы нету, да, здесь? Что как-то урожай покоцанный. Это по барабану, если честно. Это ж трава. Хорошо. Давайте дальше время мотать, пока трава созревает. Пока поголовье нашей скотинки растет. Сейчас будем еще один Катрактик, кстати, выбирать. Вот прям сейчас, наверное. Что там у нас с влажностью 61%? 62% погода. Ну, немножко подсохнет поле. Нормально пока. Так. Хорошо, давайте еще чуть-чуть промотаем. Посмотрим, что там с урожаем получится. Не, нормально, нормально. 39% как было, так и осталось. Все стабильно у нас. Так, здесь у нас он автоматически выбирает все. И везет, и везет пока что в амбар. Ладно, пускай в амбар везет. Потом я из амбара в коровник доставлю эту траву. Так, идем дальше в магазин, точнее в маркет. Выбираем снова Миткоу. Выбираем заказы. Все города. И сортируем по количеству. Срочный заказ на 81 корову. До 4 мая. На 81 корову 40 тысяч. Не, не. Цена за корову маленькая. Я лучше какие-нибудь кумулятивные возьму. Вот на 41. Ну, короче, дороже. Здесь за одну корову платят. 569 за штуку. 570 за штуку. 141. Это до 24 мая. А давайте что-нибудь посерьезнее брать, что ли? Ладно, давайте смотреть, что у нас в наших ближних городах. Берн. Кумулятивный можно на 300 с чем-то брать. 382 до какого? До 21 мая. Блин, 382 до 21 мая я, может, и не доставлю. А может, и доставлю. Черт его знает. Братислава. Кумулятивный 237 до 16 июня. 591 до 8 июня. Успеем, нет? За месяц с лишним. Да нет, вряд ли. А вот 303 до 19 числа можно. Кстати, соседний был у меня заказик. Так что можем взять. Давайте возьмем. Ну и снова делаем задание. Мясные коровы по контракту. Вот поэтому вот. И сейчас вывозим для начала 120. Все. У меня полный коровник, 150 штук. 120 выбираем. Все, старт. Отличненько. Сейчас уже урожай соберется. Потихонечку. Оп. Так, тут у нас 4 куба и тут 3. Давайте доставим. Опять же, из нашего амбара по максимуму все вывезем. Вообще, потом можно будет не заниматься покосом этой травы, поле распахать и что-нибудь в каких-нибудь других целях использовать, а траву закупать где-нибудь. Например, поставить на автомат, и как только там количество травы будет уменьшаться в коровнике, машина на автомате поедет в город и закупит там нужное количество травы. Все. Ай, чуть-чуть совсем не хватило. Смотрите, до следующего уровня 99%. Да. Вообще, если у меня такой баг случился, то это очень обидно будет. Так, вот так. Оп, 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 оп. Оп. Все, вроде бы. 75 коров. А этот отвез уже 120, да? И у нас время 2 мая. В принципе, я даже не знаю. Может и есть смысл пробовать такие вот хорошие контракты выполнять. Рискованные. Все, урожай снова 39%. Пошел тракторец работать. 150. Давайте еще разок запускаем этот на 120 коров так называемый курс, да? И оно вот так вот продается. Влажность пока еще в пределах разумного. Есть, ребят, сработало. Сработало все. Фух, блин. Второй уровень мы получили. Открыли вот это вот все. Окей. Хорошо. Теперь, я надеюсь, заработает ползуночек. А то что-то он лаганул. Хорошо. Ачивок пока никаких нет новых. Но зато есть 2 скиллпоинта. Которые я потрачу, я потрачу, я потрачу. Давайте посмотрим, соя, олива, фигня. Увеличивает вместимость домов. Можно больше рабочих нанять. Понятно. Вот. Быстрее водители наши вводят. Пока что мне это не надо. Хотя неплохо. Неплохой навык. Быстрее убирают. Быстрее пашут. Быстрее сажают. Быстрее опрыскивают. Скорость повышается. Быстрее строят. Защита от катастроф. Всяко разных. Увеличивает. Вместимость складов. Кстати, неплохая вот эта вот штука. Давайте. Увеличим. Склады наши. Вот, немножечко наши склады увеличим. Теперь коров там не 150, а 152, допустим, будет. Или там 155. В нашем коровнике помещаться то же самое и с травой. Вот здесь вот. Кстати, трава. Трава заканчивается, ребята. Траву я еще разок, если довезу. То до следующего раза, скорее всего, придется еще закупать эту траву. Ну ладно. Все, до следующего уровня нам нужно 15 тысяч единиц урожая вырастить. Вырастить 200 единиц животных. И откроется нам хранилище муки. Свинарник откроется. Забор. Чучело. Пугало. Милет это, по-моему, пшено. Или что-то в этом роде. Свинки откроются. И средний плуг. Вот. Но я пока этой техникой всей не пользуюсь. Пока что влезаем за счет коровок. Кстати, насчет коровок. Что у нас тут? А он только два раза съездил. Все, мотаем дальше времечко. Еще можно мотать. 240. 75. Не, давайте подождем, пока еще немножко побольше стамбок. 112. О, хватит. И последний заход получается у нас. 63 коровы. Осталось по контракту. Старт. Оп, есть. Звук говорит, что контракт мы выполнили. Отлично. Все, еще денежка нам упала на счет. Это хорошо. Здесь очищаем. 19, 6 число. Ребят, за 6 дней, за неделю, короче, я справился. Ой, блин, ребят. У меня сейчас, может быть, микрофон переданул очень сильно. Я провод нечаянно рукой зацепил. Так. Значит, за неделю я могу 300 коров доставить. Надо это принять во внимание. Если их хорошо кормить, за неделю 300 коров это можно. То есть, можно брать более рискованные контракты теперь. Ну что ж, это радует. Это радует. Давайте попробуем это сделать в следующей серии. А на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо всем за внимание. С вами был Глебастик. Игра Farming Giant. Увидимся в следующих сериях. А пока всем удачи. Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok